Ура! 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 Форма с иголочкой, боевой дух на высоте. На Самарской набережной сотни моряков и морских пехотинцев. Сегодня их праздник. В этот день многие вспоминают все тяготы и радости службы. По-разному было. Всякое было. Бывало легко, бывало тяжело. Бывало очень тяжело. Ну, когда одеваешь на плечо якорь, а на голову черный берет, и начинаешь называться морским пехотинцем, я думаю, что позорно не выдержать любые испытания. Чтобы не быть голословными, обратились к страницам истории. Над Волгой раздалось эхо прошлого, давно ушедшего, 1944 года. Десятки тысяч жителей стали свидетелями реконструкции одной из крупнейших десантных операций Днепровской флотилии во времена Великой Отечественной войны – битвы за белорусский город Пинск. У Бориса Шевелева в этой битве участвовал отец. Рядовой краснофлотец Александр Шевелев ушел на фронт в 41-м в возрасте 30 лет. На протяжении всей войны защищал родину на боевом судне БК-43. На нем, собственно, и участвовал в операции по освобождению Пинска от фашистов. Он же был пулеметчик в боевом расчете. Выпустил за операцию где-то 70 дисков. Пулемет расстрелялся до красна, пружинная боевая отказывала. И для того, чтобы снова стрелять, ему приходилось охлаждать ее за бортную воду. За освобождение Пинска герой получил орден Красного Знамени, а в дальнейшем участвовал и во взятии Берлина, за что получил множество других высоких наград. На этот раз награждали героев нашего времени. Ордена Калашникова второй степени удостоился и глава Самарской городской думы, ветеран морской пехоты Александр Фетисов. По его словам, реконструкция исторических событий – это большой вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения. Очень здорово, что на нашей Волжской Самарской земле реализуется очень много патриотических проектов, которые, как мне кажется, не носят формального характера, а они очень интересные. И у ребят, у молодежи есть возможность участия. Среди тех ребят, которые вот здесь участвовали в реконструкции, большое количество молодежи, ребят из интернатов, из детских домов. Мы видели, что ребятишки поднимались в атаку за родину, и это было не нарисовано, не притворно. Они реально шли в бой. Поэтому дай Бог, чтобы они также поднялись в случае необходимости на защиту нашей родины. В реконструкции битвы за Пинск приняли участие около 200 человек – членов военно-патриотических клубов Самары, Самарской области и других регионов Привожского федерального округа. Остроты действу добавила и восстановленная техника времен Великой Отечественной войны. Это и легендарный речной танк БК-73, и уникальный американский автомобиль «Амфибия», который теперь есть только в Самаре. Поддержку с воздуха участникам реконструкции оказал и легендарный бомбардировщик «По-2», который, как всегда, не оставил противнику ни единого шанса. Освобождение белорусского города Пинска вошло во все учебники военной истории как образец смелости. С взятием советскими войсками Пинска выход к границам СССР был открыт. В последующем все попытки фашистов закрепиться уже не имели успеха. Через две недели был освобожден Брест, и советские бойцы восстановили символичный столб границы СССР. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.